Так, раз-раз всех привет. Зовут меня Вячеслав Александрович Лохтеров. Я хочу вам прорекламировать наш курс специалисте, посвященный DevOps, ну и подать его в виде лабораторной работы, которую мне показалось хорошо назвать первый шаг в DevOps. Значит, я большой сторонник всяких практических работ и противник всяческих шаблонов, я имею в виду в PowerPoint и так далее, поэтому очень кратко вот мне девчонки из рекламного отдела подготовили презентацию, поэтому вот я профессиональный IT-инженер, сотрудник Бауманки, действительно, и действительно автор большинства курсов по Linux в замечательном учебном центре специалист. Ну и, собственно, на этом слайде рассказывается про то, какой курс я буду рекламировать, но рекламировать я буду его в своей манере, поэтому презентация до свидания, до окончания занятий переходим вот сюда. Если вам понравятся наши учебные центры направления Linux и моя работа как преподавателя в частности, то вы будете постоянно пользоваться вот этим вот учебным пособием. Я скопирую ссылку в чат, можете смело забирать, даже если не будете у нас учиться, это огромный ресурс со всякой интересной информацией. И одна из ссылок ведет сегодня нашу демонстрационную лабораторную работу, значит, вход в CICD для Linux админа. Значит, я являюсь типичным Linux админом, уже больше 20 лет занимаюсь этими технологиями, знаю, как работает там почта, DNS, знаю, как объяснить это людям и так далее. Но последние 5-7 лет у всех на, значит, устах вот это вот слово CICD, DevOps, Docker, Kubernetes и так далее. И мне показалось интересно, как этот новый материал плавно подать людям, которые вот, ну вот как я, например, или может быть моложе, чем я, занимаются таким чистым админством в Linux. И, соответственно, какие проблемы при этом, как бы изучение новых технологий, какие проблемы их настигают. Вот здесь вот я так вот красочно описал, что вас ждет при попытке изучить технологии DevOps самостоятельно. Проблема заключается в том, что очень много новых систем, очень много новых терминов, очень много новых технологий. И вот здесь вот я просто их взял и перечислил, да, там, значит, и Kubernetes, и Vagrant, и Ansible, и Terraform, и GitLab, и прочее, и глаза разбегаются. Поэтому наш учебный центр, и я, в частности, подготовили программу, которая позволяет плавно въехать во все эти технологии, не ощущая, что это очень сложно, очень там трудно и так далее, или зачем это нужно. Поэтому вот я хочу начать с типичной лабораторной работы. Если вы пойдете к нам на курсы Linux, курсы Linux у нас еще раз самые такие роскошные по всем тематикам есть, то один из курсов посвящен тому, как этот Linux использовать с пользой для людей. И вот один из сервисов, которые хорошо известны любому Linux админу, это является сервис DHCP. Соответственно, этот сервис сейчас у нас установлен на машину, которая, в частности, для этого предназначена. Вот, и если что-то в этом сервисе надо поправить, то любой администратор подключается к этой машине, повышает себе привилегии, открывает на редактирование файл конфигурации DHCP сервера, вот у меня уже в истории команд есть, и что-то здесь правит. Но, если честно, то мы учим, что перед тем, как что-то поправить, надо обязательно что сделать. Вдруг вы что-то там не такое настроите или еще поменяете. Нужно сделать резервную копию файла конфигурации. Поэтому, даже на первом курсе по Linux рассказывается, что есть такая замечательная система Git, которую можно запустить для всего каталога с конфигурациями, ну и вот, например, вот так вот начать ею пользоваться, системой Git. Вот, однако в этом каталоге огромное количество файлов, огромное количество сервисов, и, в общем-то, нет уверенности, что это вот будет удобно. У вас много серверов, много сервисов. Поэтому, как можно поступить? Можно поступить следующим образом. Можно пойти на первый курс по Linux и вообще узнать, что такое открытое программное обеспечение или свободное программное обеспечение. И вот в первом курсе по Linux я даю вот такой вот примерчик, как бы не учу там языку программирования C, но чтобы люди понимали, что вообще такое открытый исходный код и почему не надо ничего руками компилировать, в частности, тоже, я рассказываю вот этот пример. И, в частности, в этом примере присутствует утилита Make. Утилита Make от слова «сделать». И вот нашу задачу, напомню, наша задача, Linux-администратор должен настроить DHCP-сервер, что-то там поменять, увеличить количество адресов или еще что-то. Можно оформить следующим образом. Можно под каждый сервис создать отдельный каталог. Отдельный каталог создать. Например, для сервиса DHCP мы создадим каталог с таким же названием DHCP. Вот. В этот каталог скопировать все нужные для этого сервисы файлы. Ну, в частности, для сервиса DHCP это будет один-единственный файл, а для некоторых сервисов, например, для почтового сервиса, это множество файлов. Вот. И, соответственно, теперь у нас имеется каталог, в котором все сервисы перечислены. Ну, допустим, здесь у нас DHCP, почта, VPN, может, и так далее. И в каждом подкаталоге есть только необходимые файлы для вот этого сервиса. Соответственно, если я хочу что-то поменять, я должен открыть этот файл на редактирование, добавить, например, сюда адресов. Например, у нас мало адресов. Берем и расширяем диапазон. Да, было со 101 по 109. Теперь добавляем и делаем, например, там. Ну, я буду последовательно увеличивать номера, чтобы там по 110. Вот. Что нужно сделать дальше? Дальше нужно файл конфигурации проверить. Как его проверить? Открываем документацию к DHCP серверу и узнаем, что есть вот такая вот утилита, которой можно этот файл, соответственно, с такими ключами отдать. Если там никакой ошибки нет, то мы увидим примерно вот такой вот ответ. Если ошибка будет, то нам сообщат, что ошибка. А дальше надо этот файл скопировать туда, где его уже ожидает сервис, и сам сервис перестартовать. Так вот, узная, что такое открытое программное обеспечение, и что есть такой язык C, и зная, что есть утилита Make, можно это дело автоматизировать. Вместо того, чтобы Linux-администратору помнить, какую утилиту надо запустить для проверки файла конфигурации, мы можем создать Make файл для всех сервисов. В каждом сервисе описать, как проверить файл конфигурации этого сервиса. Ну, например, для DHCP это выглядит так. И описать, как произвести размещение правильного файла конфигурации там, где надо, и какой сервис при этом перезапустить. Таким образом, теперь системному администратору достаточно помнить только структуру файла конфигурации, править что-то в файле конфигурации самого сервиса. Ну, это наша работа, нам за это платят, мы понимаем, в каком файле что должно быть. Вот, а дальше можно просто набирать Make, Test, Make, Test. Вот я поправил файл. Соответственно, запустилась нужная секция Make файла, проверился файл конфигурации. Ну, а дальше надо запустить Make, Install. Make, Install. Но, правда, поскольку здесь я работаю как непрелегированный пользователь, команду Make, Install надо запустить с правами суперпользователя, Суда, Суда, Make, Install. Так, теперь к ТЗ. Я не стал прямо вот с самого начала ТЗ, все-таки озвучиваю, потому что начнете слушать ТЗ, разбежитесь, да? Значит, наша задача – предоставить возможность коллективу системных администраторов вправить конфигурации сервисов в едином удобном пространстве. В едином удобном, чтобы это было действительно удобно, и чтобы можно было отслеживать, кто какие изменения когда вносил. Вот здесь, пожалуй, самое время снова вспомнить про ГИД. Снова вспомнить про ГИД, потому что это система контроля версий, и теперь у нас появляется возможность ее развернуть не для целого каталога ETC, где у нас все файлы конфигурации всех сервисов в общей свалке, а уже для конкретного каталога конкретного сервиса. И вот, например, я могу, соответственно, запустить ту команду, которую продемонстрировал ГИД.Инет, уже в каталоге определенного сервиса. И получается, что у нас много сервисов, много каталогов, и каждый каталог – это отдельный репозиторий. Соответственно, у нас есть целый курс по системе контроля версии ГИД. Ну, а на самом деле любой современный системный администратор должен хоть немного систему ГИД знать и без необходимости проходить полный курс. Но если так вот знать хотите хорошо, то, конечно, лучше полный курс посетить. Вот, значит, запоминается текущее состояние репозитория, фиксируются изменения. Все это еще раз отдельная тема. Кстати, на том курсе, который я рекламирую, это тоже будет. Так, теперь получается, что у нас множество серверов, на каждом сервере множество сервисов, и каждый сервис оформлен как отдельный каталог с репозиторием. А у нас техническое задание – хранить это в одном центральном месте, так чтобы все остальные коллеги ваши могли этим пользоваться. Поэтому мы с вами идем вот на тот курс, который я рекламирую как раз основой DevOps. И в этом курсе рассказывается, что есть такая замечательная надстройка над системой ГИД, которая называется ГИДЛАП. И мы можем, соответственно, взять и создать вот такой вот проект. Ну, я, честно говоря, наверное, сейчас, чтобы было все по-настоящему, покажу с самого начала. Поэтому удалю этот проект, который, значит, здесь у нас остался от предыдущей демонстрации. Вот. И создам его заново. Создам его заново. Так. Да. И говорю, создай новый проект. Создаю новый проект. Создаю пустой проект. Назову его также DHCP. Создам проект DHCP. Пусть он будет приватный. Значит, ну, не буду сейчас комментировать, почему, да, хотя здесь написано, да. Значит, у нас есть существующие репозитории, поэтому мы в этот проект его и добавим. Ну, вот создаем новый проект. Пустой новый проект. Здесь пока ничего нет. И здесь имеются команды, которые как раз рассказывают, как мне каталог на моем сервере с сервисом DHCP поместить в гид репозиторий. Для этого достаточно просто добавить команду, которая объяснит, что этот каталог будет храниться в сервере репозитория. Ну, и дальше можно отсюда копировать, а можно копировать из методички, так как мы будем делать на занятии сервис гид для каталога, да. Значит, вот мы с вами уже на четвертом шаге. Инструмент гид я упомянул. Подключились как студент к сервису гид. Вот. И обновляем сетевой репозиторий из локального. Сейчас наш с вами каталог будет размещен, соответственно, на сервере гид. Вот так вот, не имея никакого опыта как бы программирования, мы с вами уже как программисты покупаем. Так, коллеги, у кого-то микрофон, прошу, будьте внимательны. Не, не. Так, сейчас мы. Так вот поступим. Так, раз, 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 напишите в чат, Люся, кто меня слышит, и я продолжу. Да, там у нас помехи были. Так, спасибо, да, все вижу. Так, значит, у нас теперь этот проект в репозитории. Вот. Всего-то тут у нас 5 минут прошло, и вот в репозитории у нас, соответственно, наш файл конфигурации DHCP сервера. И я, в принципе, могу его поправить. Вот теперь будем считать, что это, ну, не будем считать, а так и есть, что это удобный интерфейс. Здесь не надо куда-то по SSH подключаться, не надо редактор VI использовать, да, вот я тут VI пользуюсь, да, как старый админ. Все это, конечно, хорошо, но не то, за что сегодня деньги платят, да. Сегодня деньги платят за то, чтобы работало быстро, надежно, разоустойчиво и так далее. И вот я теперь могу отредактировать этот файл, отредактировать файл в удобном, в удобной среде. Я, значит, добавить здесь еще, например, сколько-то IP-адресов, да, вот столько, значит, зафиксировать эти изменения. Опять же, это все подробно обсуждается, что такое коммит, что такое ветки и так далее. Ну, в данном случае у нас демонстрационная, поэтому очень быстро. И вот я зафиксировал эти изменения. Как эти изменения перенести на наш сервер и на наш сервис? Ну, очень просто. Нужно из GitLab скопировать изменения. Ну, например, это можно вот такой вот инструкцией сделать, да, просто я сейчас покажу это вручную. Вот у меня файл конфигурации, если на него сейчас пристально посмотреть, видите, здесь у меня 110, да, написано. А вот такой командный игрокер, загрузи изменения из репозитория, загрузи изменения из репозитория, ну, поскольку в приватной репозитории, то пароль требует. И вот обратите внимание, тут же, как по новиню волшебной палочки, у меня здесь, собственно, изменились значения диапазона адресов. Ну, теперь что остается набрать? Остается набрать makeTest, проверить, нет ли какой-то ошибки в загруженном файле конфигурации. Дальше makeInstall, соответственно, предваряя sudo, sudo, makeInstall sudo. Вот, ну, и увидеть, что DHCP работает с новым диапазоном, можно, в принципе, вот такой вот командой DHCP, да, DHCP Pulse. Вот такая вот есть команда, DHCP Pulse. И она показывает, какие сети у нас, с каким диапазоном IP адресов. Вот мы с вами видим это. Теперь слово DevOps, наконец-то. А что же такое DevOps, да? Где этот DevOps-то? Мы уже с вами 10 минут разговариваем обо всем. А DevOps будет в том случае, если я вот здесь вот поменяю содержимое файла, скажу OK или скажу commit, а автоматически на сервере все это дело применится. Вот это и есть Continuous Delivery, Continuous Integration. Вот такой можно с вами пример рассмотреть. А вот такой, значит, получается, что у нас все есть для DevOps, но остался ручной труд. Ручной труд заключается в том, что я вот здесь, будучи администратором, должен подключиться, скопировать из репозитория изменения и эти изменения накатить. Что предлагает сегодня GitLab? GitLab сегодня предлагает все это автоматизировать. Автоматизировать. Открываем методичку и смотрим, что он предлагает. Значит, настоящий сетап. Оказывается, в состав GitLab входит так называемый раннер, который вы можете установить на все сервера, на которых у вас, собственно, будет происходить деплой. Деплой, да, надо говорить деплой. Что такое? Ну, деплой – это деплой. В нашем случае деплой – это просто накатывание обновленной конфигурации DHCP сервера. То есть никакого докера, никакого Ansible пока нет. Разумеется, и докер, и Ansible будут обязательно, но они будут последовательно один за другим. Не сразу вот мы берем там какой-нибудь плейбук там и что-то такое, а последовательно. Вот без всякого докера, без всякого Ansible мы с вами сейчас увидим простейший пример деплоя. Ну и пока она раскрывается, я еще раз напомню, что у нас. Нам надо представлять себе, как работает какой-нибудь сервис в Linux. Ну, если вы собираетесь быть девопсом, вам надо быть с Linux знакомым и ни один, ни два сервиса разворачивать. Здесь я не скажу, ничем помочь не смогу. И наша линейка курсов специалисты как раз предназначена для этого, чтобы плавно, прозрачно во все это въехать. Дальше, зная, как работает, как настраивается сервис, вы изучаете Git и GitLab. И размещаете в Git и GitLab просто файлы этого сервиса. А дальше начинается настоящий девопс. Мы с вами сейчас установим того, кто заменит меня как сисадмина на сервере. GitLab runner, runner от какого слова? От слова работать, да, или бегом. То есть он будет у нас выполнять, скоро мы с вами узнаем, каким образом этот CICD, плейбуки, да, не плейбуки, да, ну, короче, сейчас увидите. Пайплайны, да, пайплайны, высказать слово, не плейбуки, а пайплайны будет выполнять. Вот, ну и, соответственно, что тут немножко можно посетовать, что написано это на Java, и занимает огромное количество ресурсов, ну, по сравнению с тем, как это было во времена, там, моей молодости. Вот, но тем не менее, давайте дождемся, здесь не очень мощная виртуальная машина. За пару минут он должен у нас, этот GitLab runner поставится. Я специально его удалил, чтобы все было по-честному. И вот он у нас установился. Так, дальше, значит, мы с вами установили GitLab runner, теперь он все должен будет делать вместо нас. Вот, ну и, значит, готовимся, готовимся его, что готовимся. Объясняем нашему GitLab, что есть теперь вот такой вот GitLab runner, который будет за нас работу на системе GitLab, а именно там работает DHCP сервер, выполнять. Поэтому я открываю документацию, там написано, что надо зарегистрировать GitLab runner в системе GitLab. Для этого понадобятся административные привилегии внутри GitLab. Вот здесь я как раз подключен как администратор. Вот, ну и дальше, соответственно, беру и, согласно документации, регистрирую новый GitLab runner на новом Linux сервере. Ну, в данном случае сервер называется Git. Так, значит, копирую я тот самый токен, который нам понадобится. Но, на самом деле, рано я скопировал токен, потому что, на самом деле, сначала нужно объяснить GitLab runner, а где же работает сам GitLab, и вот у нас как раз он работает на системе сервер. Так, вот теперь понадобится токен для регистрации, тот, который я поторопился скопировать. Вот я его копирую, копирую, вставляю. Так, описание, значит, внутри GitLab runner будет помечен как то, что он работает вот здесь вот. Можно какие-то дополнительные параметры. А еще надо задать неочевидный момент пока. Дело в том, что в DevOps подразумевается огромное количество серверов, огромное количество раннеров. И чтобы можно было гибко управлять, где, какой раннер, что должен делать, используется механизм меток. И в данном случае я просто в будущем объясню, почему именно такие метки. На самом деле они могут называться как угодно, и уже сейчас просматривается, что этот раннер будет использоваться для тестирования конфигурации DHCP и для развертывания конфигурации DHCP сервиса. Одного из таких простейших сервисов. Так, значит, дополнительные какие-то заметки мы давать не будем. И у нас последний вопрос заключается, а что же будет делать этот раннер. Ну и поскольку мы с вами рассматриваем вход в DevOps, то делать он будет для начала то, что близко сердцу любого сисадмина, а именно запускать shell скрипты. Потому что мы сисадмины, shell скрипты, любим писать и, собственно, с них нам проще всего начать. Начать. Значит, перезапускаю я GitLab раннер, и через некоторое время он должен появиться у нас в GitLab, как зарегистрированный. Вот можно, в принципе, посмотреть статус нашего GitLab раннера, как он там себя чувствует. Вот. Ну и... Как-то не очень, да. Ну, здесь я добавлял их, удалял, поэтому, наверное, с этим связаны вот эти вот ошибки. Но мне кажется, что одна из сообщений говорит, что хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим на консоли раннеров. Да, вот он, посмотрите, раннер добавился. И, собственно, он у нас здесь в онлайне. Да, вот он находится на нашем гейте, собственно, работает раннер. Хорошо. Давайте теперь дальше подглядывать в методичку. Значит, дальше в методичке говорится, что нужно использовать пакет суда. Дело в том, что когда я работал руками, да, студентом был, будучи студентом, да, начинающимся с админом, набирал make install, то мне надо было поднимать себе привилегии, потому что нужно копировать файл конфигурации в каталоге и т.ц., а для этого нужны права суперпользователей. Поэтому я иду с вами на курс Linux 1, я потом всю линейку курсов покажу. И среди прочих тем там на первом курсе по Linux рассматривается пакет суда. Вот. Ну и, собственно, я как бы с минимальными комментариями рассказываю, что этот пакет позволяет пользователю, с правами которого работает GitLab раннер, набирать вот такую вот инструкцию. То есть GitLab раннер работает с правами пользователя GitLab раннер, вот, и без всяких паролей он сможет набирать с повышенными привилегиями вот такую вот инструкцию. И, соответственно, я ее, я ее сохраняю. Так, смотрю дальше в методичку. Ну, так, ну что, значит, теперь нужно настроить, собственно, pipeline. Первый в нашей жизни pipeline. Волнующий момент. Вот, заключается в том, что мы с вами делаем это в первый раз. Поэтому как это делается? Ну, можно просто создать файл вот с таким названием в проекте, а можно внутри проекта найти прямо раздел CICD, прямо вот найти внутри CICD, вот, и, собственно, создать этот самый файл. Он автоматически будет создан. Вот. И внутри этого файла надо расписать. Что надо расписать? GitLab заметит изменение файла конфигурации, выяснит, на каком раннере необходимо произвести действия и какие действия произвести. Здесь же нам сразу предлагается такой универсальный шаблон pipeline. Вот. Ну, и я, наверное, поступлю таким вот образом. Я сейчас просто сотру все, что здесь написано. Вот. И вставлю. Ну, я постарался максимально простой pipeline сделать. Вот. И сейчас посмотрим, как выглядит самый простой pipeline. Значит, каждый проект... Звук пропал. Раз, два, три, четыре. Так, напишите. Ага. Спасибо большое, коллеги. Да. Спасибо. Спасибо, что помогли. И я тогда повторю. Итак, значит, мы с вами рассматриваем pipeline. Я постарался сделать его максимально простым. Вот. Подразумевается стадии pipeline. По умолчанию подразумевается стадии сборки проекта. Это если речь идет о настоящих программах. Тестирование. В нашем случае тоже нам понадобится тестирование. И deploy. Deploy – это в нашем случае просто копирование файлов инфигурации на нужный сервер, нужный каталог. И, собственно, мы с вами уже видели, что для того, чтобы проверить то, что мы с вами наредактировали в проекте, достаточно набрать make-test. Но теперь это будет набирать не системный администратор, а раннер. А какой раннер? А тот, к которому приклеена метка DHCP test. Ну, я еще добавил здесь отладочную информацию. Так, в принципе, можно было бы эту строчку даже удалить. Еще проще сделать. Сейчас попробуем самый простой сделать. Так, что еще? На стадии deploy достаточно набрать make-install. Но поскольку deploy заключается в копировании файла конфигурации сервиса в нужный каталог, его надо предварить командой из суда. Ну, и тоже я уберу вот эту вот отладочную информацию. Вот. Ну, и чтобы так масштабируемо все выглядело, я здесь указал другую метку, хотя она приклеена к тому же самому раннеру, который работает на гейте. Ну, и поскольку стадии test и deploy по умолчанию подразумеваются и идут именно в этом порядке, можно даже удалить вот эту вот секцию. И вот теперь я уже буду претендовать на то, что это самый простой вариант. Так, сейчас, коллеги, ну-ка, секунду. Нет, на этом не отрочно было туда. Так, сейчас, коллеги, ну-ка. Так, ну, и я претендую на то, что это, наверное, теперь уже самый простой pipeline, который только может быть. Ну, и, соответственно, что говорю, commit change, да, зафиксировать, значит, то-то-то. Ну, и, собственно, так, собственно, зафиксировали изменения. Ну, а теперь, собственно, ради чего это делается? Значит, у нас имеется статистика DHCP сервера, вот такая вот, и можно вывести ее в каком-нибудь режиме, режиме вот таком вот. Вот, команда вот, замечательно, позволяет в онлайне. И вот обратите на внимание, у нас с вами сейчас со 101 по 111 адрес. Теперь я попробую, значит, в проекте, попробую в проекте отредактировать какой-нибудь файл конфигурации. Ну, здесь какой-нибудь выбора не остается, да, это будет тот же самый DHCP decon. И поменять вот эту вот цифру. Посмотрите, беру и открываю во внутренней системе редактирования файлов. Вот интегрированная система, да, редактирование IDE, значит, меняю здесь, например, ставлю 112, да, запомнили, да, поменял параметр. Набираю commit, commit. Значит, с ветками мы с вами здесь не будем работать, просто фиксирую эту ветки мастер, нажимаю commit. И вот теперь волнительный момент. А, применится ли наша конфигурация на сервере, причем не просто, ну, смотрите, ребята, круто, да, пока я вас пытался отвлечь, все видели, все видели. Так, значит, ну что, значит, это была демонстрация, значит, методологии DevOps, которая не требовала никаких знаний, значит, ни докеров, ни ансиблов, ни, значит, это самое, но это настоящий DevOps, здесь у нас GitLab, здесь у нас пайплайны. И это, можно сказать, стартовая точка для того, чтобы продолжить дальше, продолжить дальше. Поэтому я, значит, наверное, сейчас вот на чем сконцентрируюсь, посмотрите, значит, примерчик мы с вами давали, записали, вот. А теперь я хочу рассказать, что перед вами была реклама вот этого курса. На сайте можно посмотреть программу этого курса, но гораздо интереснее, на мой взгляд, ну, я сам писал, поэтому знаю, здесь как бы трудно сказать, что они тут содержат, вот, GitLab, там, что за пайплайны, что за лабораторные работы, здесь как бы не видно. Гораздо интереснее, на мой взгляд, посмотреть на план лабораторных работ именно в методичке. И вот здесь вот без всяких комментариев, потому что все это открыто для всех, расписывается, какие лабораторные работы с какими файлами конфигурации будут выполняться. И, конечно же, в этом курсе, который введение в DevOps, будет и GitLab, и Ansible, и Vagrant, и все-все-все-все, и заканчиваться все будет кубернетисом. Там, правда, в мини-кубе мы остановимся, потому что есть отдельный курс по кубернетису, но представление о том, что такое кубернетис, вы получите обязательно, и эта система станет для вас, ну, как бы, может быть, не родной, да, но и не чужой. Поэтому я, наверное, сейчас почти перейду к секции вопросов и ответов, но еще хочу вам важную вещь рассказать. Значит, мы один из крупнейших центров обучения, специалист, и вот почему мы крупнейшие, хочу вам объяснить, да, рассказать, чтобы вы это, как бы, осознали и пошли к нам учиться, а не к конкурентам. Значит, у нас в специалисте самый полный набор курсов по администрированию. Если то, что я сейчас рассказывал, для вас была китайская грамота, какой-то сервис DHCP, какой-то каталог ETC, не унывайте, просто приходите к нам на самый первый курс, вот он наш курс, Linux, основы администрирования системы, и вы узнаете массу из того, что я сегодня рассказал. Дальше вы придете на второй курс и узнаете не только про сервис DHCP, но еще про кучу других сервисов, и не просто узнаете, а увидите, как они работают, как их применять и зачем они нужны. Поэтому первая причина – самый полный набор курсов. Я здесь написал, вот команда LS, это одна из самых простых команд Unix, до Kubernetes, весь материал есть со всеми нужными остановками. Опять же, Unix можно по-разному учить, можно, например, три дня ядро компилировать, а потом прийти на работу, а вам скажут, а зачем нам ядро компилировать, нам тут надо срочно там в ансибле, там какой-нибудь провижен им делать. Поэтому нужные остановки, нужные актуальные темы. Так, курсов, опять же, много, и я приложил все усилия для того, чтобы эти курсы были как вот, ну вот как вот написано, так и есть. Это серии в сериале, то есть не просто, ну а давайте теперь вот это поучим, давайте посмотрим вот это. А все связано друг с другом. Что еще я вам хочу рассказать? Значит, наш центр обучения предлагает самые современные форматы обучения. Ну, один не очень современный, но очень популярный. Если кто-то учился в школе, да, это шутка такая, то вы знаете, что это за формат. Это все сидят в классе и слушают умного препода, вот как сейчас прямо. Но это не самый лучший формат обучения. Найдите время, посмотрите, что такое персональное обучение и учитесь дальше только так. Ну, по возможности. Потому что персональное обучение – это возможность вам персонально учиться с преподавателем. Не просто сидеть в классе и за спинами одноклассников думать, что-то я ничего не понимаю, надо же, какой умный препод. Вот, а прямо обсуждать с преподом, что вам непонятно. Потому что сегодня ценный препод – это не тот, который вещает с кафедры что-то красивым голосом. Ценный препод – это тот, кто может понять, что вам непонятно, какие знания у вас отсутствуют, какие пробелы вам надо в первую очередь восстановить. Поэтому выбирайте персональное обучение, у нас оно называется открытое обучение. И у вас будет возможность все выучить вместе с помощью преподавателя. Не просто взять учебник и прочитать его от края до края. Тоже хороший способ, но энергозатратный. Так, что у нас еще в курсах? Во всей этой линейке курсов многократное повторение материала. Но оно постоянно идет на новом качественном уровне. То есть мы всячески используем педагогические методики, которые говорят, что студент запоминает не больше 30% информации. Надо обязательно еще раз, ну, как говорят, повторение, мать учения. Но это не просто пустая долбежка, а каждый раз качественно на другом уровне. Что еще? Большое внимание я уделяю тому, чтобы мы были как можно проще. Опять, если вы до этого не работали ни с Linux, ни с DHCP, ни с чем, все это кажется китайской грамотой. Но если вы хоть немножко админством занимались, то, наверное, все видели, что максимально простые, но не проще того, что должно быть в жизни. Что еще? Я, опять же, как старый преподаватель и мои коллеги тоже, как хорошие тренеры спортивные, разработали массу подводящих упражнений. Когда человеку не просто говорят, вот тебе Ansible там, и вот, значит, давай там с GitLab его там. Вот, а что такое Ansible? Зачем он нужен? Почему без него было плохо? Значит, что с ним стало хорошо? От простых примеров, от самого такого базового. Опять же, я, вот у меня и на работе файлы конфигурации. Чем проще файл конфигурации, тем круче сделан. Вот, поэтому наш учебный центр, вот, морочится этим. Подводящие упражнения для того, чтобы слушатели могли плавно, плавно освоить материал. Не просто бросили в прорубь и плыви. Так, что еще? Массу сил я трачу на то, чтобы поднять вовлеченность и мотивацию слушателей. Значит, я использую всякие приемы, и мои коллеги, геймификации. Вот, например, тема, зашифрованные диски, да, как их можно сказать? Ну, давайте зашифруем диски. Ну, давайте расшифруем диск, да. Ну, можно же сделать поприкольнее, да. Давайте сделаем файловый сервер с двойным дном. Двойное дно. Вот запустили сервер, одни файлы на файловом сервере. Потом админ что-то там набрал, бах, другие файлы. Как так? А вот так, потому что другой диск подключился, который был зашифрован, да. Ну, и масса таких вот вещей, то есть, чтобы вот, ну, вот эта лаба тоже, да, вот там поменяли, а здесь поменялось. Ну, прикольно же, не просто вот пайплайн, видите, он там сработал, давайте логика читаем. И уж коли у нас с вами тема DevOps, то я хочу сказать и вам совет. Значит, учитесь использовать технологию DevOps. Вот откуда взялся DevOps вообще? Что это такое? Почему его не было никогда, а теперь он появился? Объяснение очень простое. Выигрывают те компании, которые чутко относятся к потребностям пользователей. Зачем понадобился DevOps? Потому что как только пользователям стало удобнее нажимать на кнопку, которая справа, а не слева, программист мгновенно перенесет ее направо, и эта кнопка переедет направо не в следующем релизе через полгода, а прямо завтра, понимаете? А что такое DevOps в образовании? Это означает, что вам преподаватель что-то объясняет, какой-то пример, а вы говорите, вот не очень понятен этот пример, вот расскажите по-другому, да? И преподаватель мало того, что рассказывает по-другому, я вот часто это делаю. Я вдруг вижу, что какую-то вещь можно показать по-другому, я тут же меняю методичку. Вот заметьте, что у меня методическое пособие – это Википедия. Почему я не люблю всякие PowerPoint и прочее? Потому что неудобно. В Википедии мгновенно меняется, меняется лаба, меняется и то, что вы еще раз принимаете участие в обучении. Не просто вам надавали каких-то лаб, которые 10 лет не меняются. Вот поэтому все это у нас с вами в учебном центре. Что еще? Почему я работаю в Бауманке, но не преподаю в Бауманке? Потому что этот старый дремучий формат, когда есть 2 часа лекции, потом семинар, люди там побыли на лекции, забыли все. Я постоянно мешаю теорию, практику и продакшен. Рассказываю теорию, подтверждаю эту практику и объясняю, как это используется в продакшене. Потому что это гораздо интереснее, ну, по крайней мере, мне было бы гораздо интереснее, если бы меня учили вот так. Вот. Что еще у нас есть, чего ни у кого нет? У нас есть возможность не просто запись курса получить по окончании курса, а возможность посмотреть записи других преподавателей. То есть, вот, например, вы записались ко мне, я старался со всех сил, но, значит, у вас есть время и желание послушать, как это рассказывает другой преподаватель. Не вопрос. В личном кабинете вам подключат запись этого же курса другого преподавателя, а мы все немножко по-разному рассказываем. И если у вас есть время посмотреть и то, и другое, вы узнаете массу вещей. Я вот смотрю своих коллег, вот, что-то нравится, что-то не нравится, но я всегда что-то новое узнаю. Поэтому такая возможность в нашем учебном центре есть. Ну, и киллер-фича нашего учебного центра. Значит, курсы у нас интенсивные, и если вы человек очень занятый и пришли на очное обучение, то может случиться так, что вы не сможете выполнить все лабораторные работы. Ну, я объясню, о чем речь. Пришел там инженер, от которого зависит там жизнь компании, ему там позвонили в 11 дня, там какая-то проблема, и он ушел на полчаса, пришел обратно, а что у вас тут было? Ну, что у нас было? Ну, вот там по гранту уже развернули, да, у него-то ничего не развернуто. Вот, поэтому если вы очень занятый инженер, вы либо идите на персональное обучение, там запросто можно отлучиться на полчаса и вернуться. Либо, либо уж если вы попали на очное обучение и очень занятый инженер, ничего страшного, потому что в нашем центре по окончании занятий можно еще раз пройти материал, а я как преподаватель готов помочь вам организовать стенд на личном оборудовании. То есть вы по окончании занятий можете вечерами дома все эти лабы воспроизводить. Ну и, наверное, все, что касалось преимущества обучения в нашем центре, я вам тоже рассказал. На этом могу смело перейти, смело перейти вот в этот раздел. Буду рад ответить на ваши вопросы. Ну и остановлю запись.